МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Как и обещал, экзамен будет вам интересен. Завтра жду от вас статью-репортаж. Тема на выбор. Приветствуются репортажи с внедрением журналистов в тему. Репортажи про ночные клубы и самые крутые вечеринки в городе я не приму. Работать будем в группе по три человека. Я с Бурдуковской молчановым. Пишите. Киселева, Бурдуковская, Молчанов. Их же сегодня нет. Может, они не согласны? Ну как они могут быть не согласны, если их нет? И потом они меня умоляли, чтобы я была с ними в группе. Пишите. Я записываю. Садитесь. Так, дальше по списку идет у нас Вершинина Вика. Роман Алексеевич, я буду в группе с Никитой. А я мою сестру Лику. Запишите, пожалуйста. Вик, а Лика не будет против них. Никита. Подождите, а разве Лика Вершинина допущена к сессии? В доконате в списках вообще-то написано, что нет. А, действительно, Виктория, я не смогу вписать Лику в вашу группу. Ну, Роман Алексеевич, ладно так и быть. Пишите меня третий к ним. Выручу друзей. Бурдуковская! Поздравляю, ты будешь делать репортаж к экзамену со мной, Лехой. А это значит, что никто тебе не будет мешать, и ты можешь взять любую тему. Круть? У меня другие планы. Какие? Ничего не делать. Женя, если Леху отчислят, и он загремит в армии, мне будет трудно строить с ним отношения. А с твоим отцом мы разберемся. Его вообще покруче обломать можно. Сейчас. Я больше не хочу так жить. Прощайте, Женя. Тема, верняк. Я своим предкам такое подкинула, когда они мне запретили с рикетиром встречаться. Так я потом делала, что хотела. Даже пупок себе проколола. Бред какой-то. Я хочу, чтобы папа понял меня, а не с инфарктом слег. А три года не пропускать ни одной пары, а потом бросить учиться не бред? Женя, какую тему ты собиралась писать? Я про док-хантеров разрабатывала. Можешь взять ее? Классная тема. Сейчас я гляну. Кто это? Люди, истребляющие бездомных собак. Люди, которые травят бездомных собачек? Женя, ну, нельзя было другую тему найти. Журналисты должны делать острые репортажи, чтобы обращать внимание людей на конкретные проблемы. Я понимаю, но где мне взять этих док-хантеров? Док-хантеров? Где я? Я поймаю бездомную собаку. Прикреплю к ней микрофон. Они будут за ней гоняться, а я буду записывать все, что они говорят. Ты только тему запоришь. Сама все сделала. Но мою фамилию в статью вписывать не будет. Без Б. Но меня с Лехой надо вписать. Сейчас я ему позвоню. Алло. Леха, привет. Слушай, нужно к экзамену репортаж сделать. Ты в группе со мной Бурдуковская, и Бурдуковская сама все сделает. Так что не парься. Круто? Угу. Мне пофиг. Все, давай, я занят. Блин. Ладно, я тоже тебя целую. А может быть, жилищный вопрос? Ипотека или как купить себе квартиру за 250 лет? Ну что, поговорим с обманутыми вкладчиками. Какая нафиг ипотека? Давайте лучше про канал Зет ТВ напишем. Ну, типа, как там все устроено и все. Тем более мы там работаем. В смысле мы? Забыла сообщить вам радостную новость. Представляете, я теперь работаю на канале Зет ТВ. Два дня назад сходила на кастинг, а сегодня они уже перезвонили. Так что, коллега, вы можете меня поздравить. Я тебя, конечно, поздравляю, но это же не повод брать эту тему. Тем более, что мы из этого выжмем, да, Никит? Придем, пофоткаем, сами себе дадим интервью. И все, никакого гемора. Не, ну идея-то неплохая. Угу. Че думаешь? Ну, быстрее освободимся, быстрее останемся вдвоем. Блин, меня продюсер срочно на канал вызывает. Нас. Короче, не парься. Про канал мы сами все напишем, а тебя потом впишем. Отдыхай. Ну, как же я могу пропустить такой захватывающий и острый репортаж? И то, как эта придурошина будет тереться возле Никитки. Это группа Догхантеров. Я в ней давно зарегалась, чтобы материалы набрать. У них собрание каждый день проходит. Кристин, сейчас спросим, во сколько сегодня? Собрание в пять. Захватите таблетки, список в теме. Ты же скажешь, какой мы с таблетки с собой потащим? Бурдуковская, ты способна такой ради экзамена? Вообще-то это тебе нужно. Ладно, какой ты нужен препарат? Привет. Здрасте. Здрасте. Ладно, не буду вас отвлекать. Я тебя там подожду, хорошо? Что за спешка-то? Наш генеральный решил проект замутить. Про отношения, методы пикапа. Хочет ведущим тебя и какую-нибудь телочку. Просмотрели кастинги, взяли Ульяну. Привет. Вот смотри, какая заставка будет. Ты, Уля. Поцелуй, страсть. А дальше? Как разогрейтесь? Не, ну, Вячеслав, идея супер. А только можно в проекте Улю заменить? Так а за нее никто и не держится. Просто где мы сейчас нормальную телку возьмем? Так это, может, мою девушку возьмем? Ну, а и в кадре смотрится круто. Ну, и импровизирует интересно. Да и мне, честно говоря, будет с ней комфортно работать. Окей. Делаем так. Снимем сначала Улю с тобой. Потом твою. Покажем обеих. Какая генеральному больше понравится, то и возьмем. Только давайте уже начинать. Ребят, давайте начинать. Давайте, давайте, давайте. Времени нет. Они не пресекут, что мы отраву глюкозы подменили? Как? Думаешь, они их на собраниях дегустируют? Ой, подожди, я за пудрой твоего тона схожу. Хорошо. Секунду. Угу. Алло, мамуль, привет. Анжелочка, привет. Слушай, мне нужна твоя помощь. В общем, тут Никита договорился на канале, и у меня сейчас будут пробы. Будут выбирать между мной и Ульяной. Вау. Давай я расскажу тебе, как надо устранить конкурент. Нет, мам, спасибо. Ты можешь прислать мне какое-нибудь классное платье с водителем? Ну, конечно. Сколько нужно, на выбор. Мам, а ты что, хрипишь, что заболела? Нет, это просто. Иван Давыдович подарили мини-пига. Хочешь, я тебе его пришлю? Это очень модно. Он может у тебя недельку позитить. Нет, спасибо. Мне уже есть за кем убирать. Я же с Кристиной живу. Ладно, все, жду платье. Давай, пока. Пока. Удачи. Еще этот поцелуй Никиты с Улей. Хотя, если бы на ее месте была Мила Кунис или Скарлетт Йоханссон, тогда реально волноваться бы пришлось. Готова? Спасибо. Пожалуйста. Блин! А где гример? А что случилось? Синий цвет не нравится. А мне кажется, самое то. Здрасте. Здрасте. Мы и вы на эти списывались. Ник Хейтер. Тоже хотим дух-хантерами быть. Девочки, а вы уверены? Да, мы уверены. У нас даже таблетки есть. Тоже хотим замочить парочку псин. Ладно, вы идите в группе со мной и по хобам. Куда? Сегодня жорк собрание. Мы хотели сначала спросить, что да как. На деле все увидите. Нам инфу прислали про бродячих. Сразу на сафари едем. А это нам не надо. Да у нас свои таблетки есть, вот. Их используют в следующий раз. Пойдем. Всем привет. Привет. Меня зовут Никита Емельянов. Со мной моя красавица... Ульяна. ...будет рассказывать, как помочь вам снять друг друга в программе... Методы пикапа. Капец, 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 капец. Так, все. Ульяна отсняли. Теперь ваша очередь. Я еще пока не готова. Давайте чуть-чуть подождем. Бегом. Бегом на площадку. А вот и я. Она? А где Вика? А при чем тут Вика? Ничего себе. Так это ты моя конкурентка. Мне кажется, у меня нет шансов. Ну, вы же утром сказали, что в кастинге может принимать участие моя девушка, правильно? Ну вот, Лика, моя девушка. Иди-ка сюда. Я думал, будет Вика. Ты же вроде как с ней мутил. В общем так, для Вики пробуй в любое время. А эту сразу нет. Ну, нет так нет. Ничего страшного. Да. Ну, что это? Я к вам за помощью. А вы 0-3 позвоните? Там помогут. Аркадий Евгеньевич, я серьезно. Женя отказывается сдавать сессию. Она не понимает, что причиняет вред только себе. Мы вместе должны вмешаться и помочь ей. Не совершайте эту глупость. Я вас как отца прошу. Черт возьми, где эти бешеные опасные псины? Похоже, наводка ложная, да? Походу, да. Сворачиваемся. И часто так в холостую ездите. Кто вообще эти наводки дает? По-разному бывает. А вот и наш клиент. Да вы че? Да вы че? Она же чья-то? Это же видно, породистая. Алжирская такса. Она жутко дорогая. Обычная дворняга, без ошейника. Сейчас мы ее покормим. Ты сделаешь. Я? Боевое крещение. Тихо ты, подожди. Хорошо, что ты перед камерой меня превратишь. Да я вообще думала, что я, может быть, уже никогда не превращусь. Я же целых три дня была худой. Ладно. Хорошо, что никто ничего не понял. Давай я тогда доснимусь. Ты пока переодевайся и домой. Хорошо. Дома увидимся. Ты и Вика один человек. Офигеть. Че ты несешь? Те, что с Афиной голову перегрели? Выйди, пожалуйста, мне нужно переодеться. Худая и толстая никогда не появлялись вместе. А в сумке у тебя лежит два паспорта. А Никита? А Никита давным-давно в курсе. Вот почему он мутил сразу с обеими. Жесть. Как такое может быть? Вот именно как. Так, в это никто не поверит, ясно? А я сделаю так, что поверят. Желтая пресса, представляешь, какую историю из этого раздует? Выдавала себя за двоих людей. Даже паспорт себе второй умудрилась сделать. Хотя это неудивительно. Папочка депутат со своими связями. Его, кстати, за это тоже помигалки не погладят. Он помог ей сделать второй паспорт. И пристроил в универ без экзаменов. Слушай, а ты представляешь, как интересно будет ученым делать опыты над таким оборотнем, как ты. Что? Что ты хочешь за молчание? Я хочу, чтобы ты исчезла. Раз и навсегда. Или об этом все узнают. Хорошо. Я все сделаю. Вот и отлично. Да я говорю, от нее шампунь не пахнет сто пуду в домашнее. Сидеть. Сидеть. Вот, она все команды знает. Все сидит и не встает, не уходит. Домашние с хозяином ходят. Эти бродячие. За дело. Ой, я такая неуклюжая. Что, испугалась? Я? Нет, нет, я просто таблетки экономлю. А колбасой так пропиталась. Мы на химфаке учимся, в диффузии разбираемся. Понятно. Первый раз всегда страшно. Я сам, а вы смотрите. Не ешь, не ешь, выпей, пыль, 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 пыль. Еще один упор, ты защитница животных. Ну ничего, пару уколов от бешенства, и все будет нормально. Киселева, беги за собакой, ее в больницу надо. Лоб блестит, щеки блестят. Марин, как ты пудришь, а? Марин, можно тебя на минутку? Ключи. Че хотел? Да странно. Ключ от гримерки взял? Типа, сейчас туда никому нельзя. Ах ты, тварь жирная. Не дошло с первого раза, значит, да? Че не дошло? Че я-то сделала? Да не ты. Ульяна. Да ты не бойся, не бойся, говорю. Ульяна знает только про два превращения. То, что это ты, она даже и не поймет. Вон я сейчас гримерку закрою, и все. И тебя никто не увидит. Че за хрень происходит? Я тут репетирую. Ты не знаешь, чей поросенок? Так она еще и свинья? Вершинина, ты чудовище. Так, Ульяна, хватит. Охренеть. Пойдем, пойдем поговорим. Давай, давай. Аккуратненько здесь. Уля, успокойся. Я сам, когда узнал, заикаться начал. Думал, в психушке пропишусь. Нет, ладно, я могу еще понять, худой в толстую. Хотя это бред. Но свинью... Я тебя прошу, только никому ни слова. Пока никак не можем это объяснить. Почему это происходит, непонятно. Но самую деятельность, я люблю ее. Что такое? Никита, на площадку, срочно. Женя! Хотела ты этого или нет, но мы вошли. Хорошо, Кристина, ключи не успела вернуть. Ну да, все-таки полезно коллекционировать ключи от квартиры своих студенток, да? Я больше не хочу дожить. Прощайте, Женя. Женя! 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 Жень! Жень! Алло, девушка, проверьте, пожалуйста, Бурдуковская не поступала? Евгения Аркадьевна. Куда? В Боткинскую? Спасибо. Значит так. Нет, это бред какой-то. Ты! Капец. Я тебе что сказала сделать? Я тебе сказала валить отсюда. Ты вообще по-человече, понимаешь, а? Превратись в человека, когда я с тобой разговариваю. Перевратись в человека, превратись, слышишь меня? Уля, все хорошо, успокойся. Я вот поговорил с Вячеславом, мы поможем тебе. Найдем лучших врачей. Каких врачей? Вершинина в свинью превращается. Она раньше человеком была. Извините, я свои вещи заберу. Уля, давай отложим съемки в твоей программе до завтра. Езжай домой, отдохни, а мы тебе перезвоним. Когда-нибудь. Завтра перезвонишь ей, скажи, что она на мне подходит. Да, хорошо. Браво! Шикарный развод. Думаете, я вам так оставлю? Не надейтесь. Слушай, а как ты синий бровь-то смыл? К счастью, у операторов всегда есть водка. Наверное, надо у них еще попросить. Неудобно мини-пига с такой бровью возвращать. Ты, главное, операторам не говори, как ты ее будешь использовать. Так, прививка антиарабического иммуноглобулина не вызывает значимых побочных эффектов. Ты что делаешь? Я Лехе написала, что меня тоже собака покусала. Ну, чтобы он приехал. Короче, так надо. Женечка, доченька, как ты себя чувствуешь, а? Нормально все. А вы что такие взбодораженные? Меня всего лишь собака укусила. Да? Тогда объясни, что вот это такое? И ты действительно собиралась это сделать? Да, я думала об этом. И до сих пор думаю. Хорошо, ладно. Ты победила. В твою личную жизнь я больше не лезу. И если ты считаешь, что ты будешь счастлива с этим человеком, пусть так и будет. Бардуковская, в процедуру. Спасибо, пупыль. О, здрасьте. А Мешина Киселева тут лежит. Ну, чё, как дела? Чё такие угрюмы? Никто же не умер? Ну, так рука болит. Мне так больно. Ну, давай, разматывайся, мумия. Врач мне все рассказал. А я повелся. Жалко, что у меня с тобой не было. Я бы такое смачное еду заснял, как у вас собак и рестлинг устроили. Аркадий Евгеньевич, спасибо за ваше решение. Послушайте, если вы любите мою дочь, то оставьте ее в покое. Пусть она найдет ровесника. Ну, не лишайте ее молодости. Она и так забросила учебу, из дома ушла. А ее записка о самоубийстве, а если бы она решилась, вы бы смогли себе это простить, а? Хорошо. Я... Я поговорю с Женей. Соберусь мыслями и... Говорю. Надеюсь, об этом разговоре она не узнает. Как думаешь, Оля никому не расскажет? Ну, точно не сразу. Так что у нас есть время, что они тебе придумают. Ух, нифига тебе! Слушай, я, похоже, никогда не привыкну к этому. Подожди. Я превратилась в худую, когда ты поцеловала меня толстую. А в толстую я превратилась, когда ты поцеловался с другой. Бабуль, я все правильно поняла? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова